Это выступление Айтпая Алиева на митинге 4 января. Активист из Кармакшинского района Кзалардинской области призвал земляков выйти в поддержку жанаузенцев, протестующих против роста цен. На следующий день Алиев отправился в Казварду. Уже обеспечен, я отправился в Алиев в Казахстане, я председу для того, что учебники ставят в то, чтобы было значительно получать акулеры. Скородав illа, ни одно, понятно, что это было не так. Хотя это было 50 года, раньше не было ни до 6 года. Сейчас он будет несколько человек с 친구�ами, он будет ждать кровь, где он будет кучать, если какую-то карту человеку начинает. Огнестрельное ранение в голову. Пуля попала в затылочную часть. Сыновья Алиева не знают, когда и где именно он погиб, кто в него стрелял. Они считают обстоятельства его смерти туманными. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем. 61-летний Айтпай Алиев – один из немногих активистов Казалардинской области, регионе, который не отличается высокой гражданской активностью. Он выходил на митинги, выдвигал требования политического характера, подвергался преследованию. Его неоднократно штрафовали за участие в протестах, отправляли под административный арест. Алиева похоронили 8 января в родном селе. Родственники готовятся к поминкам. Скоро 100 дней со дня смерти. Семья тяжело переживает утрату. Но я не желаю, если я не знаю, что я не знаю, что ярирую. И я не поменял. Я не волнуюсь оборудовала за участие. Я не рекомендую, а теперь я не пойду. Занимающийся расследованием прокуратура области три месяца спустя не предоставляет какую-либо значимую информацию по этому делу. Мирный митинг в Заларде против социальной несправедливости 4 января обернулся беспорядками. Были разгромлены Акимат и другие административные здания. В городе погибли по меньшей мере 26 человек.